Два десятка ивановцев в свой законный выходной вышли на всероссийскую уборку «Сделаем». Мотивы у всех разные, но цель одна – сделать город чище. Местом для доброго дела выбрали лес рядом с конечной остановкой второго маршрута. Рустам приехал не один, взял с собой сына. Говорит, что приучать детей к чистоте нужно не только дома, но и на улице. Просто от души собрать мусор, убрать, сделать город чище. Ну, это прямо крик на самом деле, потому что у нас реально эта проблема сегодня. И хочется, чтобы дети жили в чистоте, а чистота – это здоровье, в первую очередь, ну и так далее. Форма одежды здесь отнюдь не парадная. Горожане надели резиновые сапоги, перчатки и вооружились мусорными пакетами. Трофеи, оставленные отдыхающими пластиковые бутылки, битое стекло и прочие бытовые отходы. Чтобы убрать небольшой клочок земли, требуется несколько часов и не один десяток рабочих рук. В субботу думаю, что делать. Вроде уроки сделал все. Не сидеть же дома просто так. Вот, начало учебного года, пока сильно много не задают, поэтому решил приехать, не сидеть дома. Чтобы отдыхающие впредь соблюдали здесь чистоту, организаторы оставили им оригинальные памятки. На деревьях повесили картинки с надписями, которые напомнят нерадивым туристам, что мусор после пикника следует забирать с собой. Есть такая теория, называется разбитых окон. Когда человек видит какой-то мусор и совесть ему позволяет оставить здесь так же. А когда поляна чистая, все же человек, я так думаю, возьмет и уберет за собой. Но это в теории, на практике не всегда так. В середине лета в этом районе уже проводилась подобная акция. Тогда на уборку вышли более 50 человек. Общими усилиями вывезли 123 мешка с мусором. Когда экоактивисты вернулись через месяц, то увидели, что лес снова зарос отходами. Очень хотелось привести в порядок тот район, в котором я живу, так как здесь рядом живу. Гуляю каждый день с собакой здесь. И очень давно хотелось поучаствовать в подобном мероприятии. То есть убраться, чтобы все это выглядело эстетично. Потому что люди каждый год приезжают с ушелыками и оставляют кучу мусора за собой. Собственно, потратить свой выходной на это, я считаю, это хорошее дело. Потратить пару часов на то, чтобы в родном городе стало чуточку чище, не так сложно. После того, как дело сделано, собравшиеся устроили пикник. Мусор после него в лесу они точно не оставили. Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ, Иваново.